А кишечник по инерции продолжает лететь вниз. Он тяжелый, в нем кишечное содержимое, перевариваемая пища. Он сам по себе тяжелый, стеночка напитана кровью, лимфой. То есть там приличный вес 4-5 килограмм, более того. И вот в момент падения вот эта вот вся гиря сдергивается резко вниз, вязки резко растягиваются. Поэтому вы, девушки, должны понимать, что и ребята, если кто-то смотрит сейчас марафон из мужчин, что растяжение, опущение органов встречается далеко не только у женщин, оно также часто, если не чаще, встречается у мужчин. И у детей также это может встречаться, в начальной степени у детей. Так что этот марафон, он вовсе не женский марафон. И не нужно думать, что здесь живот, надо столько женщинам после родов с этим бороться. Безусловно, беременность и роды усугубляют ситуацию за счет того, что растягивается брюшная стенка и перестает так эффективно поддерживать внутренности, как у женщины вне беременности. Вот, растянулся живот, и понятно, что сразу после родов он не будет так же поддерживать кишечник. Естественно, это фон для опущения. Естественно, в родах, когда головка проходит через родовой канал, тазовое дно тоже может несколько растянуться, оно тоже будет не столь эффективно поддерживать кишечник. И еще немаловажный факт, во время беременности женщина отдает все самое лучшее из своего организма ребенку, и связочки могут при этом несколько ослабевать. То есть фон для опущения здесь, конечно, есть, и у женщин мы видим это чаще и в более выраженной степени, чем у мужчин, поэтому все и думают, что опущение имеется только у женщин. Но это совершенно не так. Напомню, что марафон «Живодам нет» придумал именно мужчина я, а придумал я для того, чтобы решать свои собственные задачи, поскольку у меня у самого была достаточно активная жизнь. Я занимался и спортивной акробатикой, и единоборствами, и на сноуборде катался, и на коньках, и, в общем, чем только я не занимался. И, короче, отбито было все, что можно было отбить. А неужели вот такой активный образ жизни, спорт, спорт не лучшим образом влияет на состояние тела и живота? Мне казалось, что это как раз то, что способствует максимальной потянутости всего организма и живота в том числе. Конечно же, физическая активность нужна и важна. Но мы же понимаем, что бокс, например, тоже прекрасный вид физической активности. Однако почему-то Мухаммед Али закончил жизнь на налитом кресле. Тем не менее, он занимался физической активностью. А что мы говорим про спортсменов, у которых поменены суставы, кто-то вообще имеет травмы просто тяжелейшие и не может дальше нормально двигаться. А вот речь идет не о физической активности как таковой. Она, безусловно, полезна. Но травмы, травмы, друзья, они очень опасны. И нужно на это обращать внимание. И не делать вид, что мы такие здоровые, и все равно нипочем терминаторы прямо такие железные. У нас нет дополнительных запчастей. Тело какое есть, такое есть на всю жизнь. Поэтому нужно к нему относиться крайне бережно. и беречь его во время всех вот этих экстремальных занятий, экстремальных видов, экстремальными видами спорта. Но, по крайней мере, у меня есть возможность компенсировать все то, что было получено ранее, приобретая параллельно опыт, который помогает мне, людям, подсказать все, что им нужно для их здоровья. Итак, давайте двинемся дальше. Значит, вы поняли уже, что опущение органов и торчащий живот связано с травмой копчика. Встречается так же часто у мужчин, как и у женщин. И одинаково и тем, и другим нужно этим вопросом заниматься. Как проявляется опущение внутренностей? Ну, визуально то, что видно при внешнем осмотре, это торчащий живот. Вот как у девушки на левых фотографиях. Мы видим, она вроде бы как, ну, не полная, да, но, тем не менее, живот висит. Типичный совет, вот в таком бы случае, что сказали, ну, вот ты там переедаешь, давай садись на диету худеть. А от объема пищи не зависит разве, ну, вот это вот состояние? Ну, то есть, чем больше съел, тем... Друзья, безусловно, толщина жирового слоя влияет на размер живота. Влияет. Но положение внутренних органов никак не зависит от толщины подкожного жирового слоя. Живот может быть большой, но подтянутый. Мы видим, что здесь девушка достаточно, ну, упитанная, не худенькая. Вот, тем не менее, через три недели занятий у нее меньше веса не стало. Ага, то есть, это без диеты, да? Посмотрите на форму живота. У нас не моргон похудения, мы не занимаемся диетами, не голодаем, не дай бог. Друзья, что еще определяет степень опущения? Насколько сильно органы опущены? Конечно же, интенсивность и повторяемость травм. Чем сильнее были травмы, чем чаще они повторялись, тем, конечно, более грубое опущение. И в этом плане тяжелые случаи – это фигуристы, это гимнасты, это сноубордисты, которые много-много-много раз падают на одно и то же место. И еще один факт, который определяет степень опущения – это непосредственно состояние связочек. Если связочки ослабленные, вяленькие, дрябленькие, то, естественно, будет сильнее растягиваться. У кого они такие вот вяленькие, дрябленькие, растянутые? В первую очередь у людей, которые не употребляют в пищу мяса, то есть у вегетарианцев. У них качество связок сильно страдает, у них сильное опущение, внутренние органы сильнее опускаются, связки растягиваются, плоскостопие, косточка формируется, ну, много-много всего, преждевременное старение и так далее. Далее. Люди, у которых есть в стертом виде эндокринные проблемы, связанные с дефицитом витамина D, с снижением функций щитовидной железы, с нарушением углеводного обмена, то есть ослабленные вялые связки, у них будет сильное опущение. И, безусловно, когда мы имеем с этим дело, нам нужно обращать внимание не только на то, чтобы выполнять упражнения, хотя это тоже очень важно, но нужно также обратить внимание на качество ткани и начать принимать витамины, биодобавки, которые будут укреплять соединительную ткань. И об этом мы на марафоне более подробно говорим. Итак, друзья, мы начали говорить о том, что первый признак опущения внутренности – это торчащий живот. Опять же, да, посмотрите на женщину вот на левых кадрах, скажете, ну, тебе нужно на диету садиться, и смотрите, какой толстый живот. Тем не менее, друзья, никаких диет мы не соблюдаем, мы просто выполняем правильные упражнения, подтягиваем связки и меняется форма живота. Здесь мы возьмем женщину упитанную, опять же, видим, скажем, да, вот, ты переедаешь. Но мы не худеем, мы не сидим на диетах, и живот подтягивается. В общем, вы поняли, да, что первый признак опущения органов – это торчащий живот. Вот он торчит, значит, опущение есть в 99% случаев. Чтобы вы не думали, что только у нас о полных речи идет, вот, пожалуйста, худощавая девушка, но, опять же, ни о каком жире здесь речь не идет, явный признак опущения органов. Просто это нужно четко понимать, это такой важный-важный момент. Первый признак. Теперь давайте двигаться дальше. А вы, друзья, применяйте на себя, прикладывайте к тем проблемам, которые у вас имеются. Значит, смотрите. Сейчас все встали, быстренько пошли к зеркалу смотреть, только не втягивая живот, пожалуйста, проверять. Особенно сейчас вечер, уже в течение дня что-то поели, и это прям сильно вспоминется. Все, на самом деле, правду о себе сами знают. И, на самом деле, ведь я не с рождения про это опущение самое знал. Я помню, что, когда вот я еще учился в институте, там, ну, совсем в таком молодом возрасте, я все время, ну, у меня все время был довольно-таки вес, ну, вес небольшой, я был все время сухощавый, я все время смотрел, а почему у меня все время торчит живот. Я не знал, что это признак опущения органов. Удивительно. И со временем просто эти знания появились. Итак, друзья, комплекс органов спускается со своего правильного положения вниз, в малый таз. И весь этот комплекс начинает давить на все то, что находится в малом тазу. И там у нас проходят сосуды, по которым кровь оттекает от всей нижней части тела вверх к сердцу. От ног, от органов таза, от матки, от прямой кишки. Жидкость, кровь начинает застаиваться в нижней части тела. Появляются отеки, такие тяжелые ноги, которые тяжело перетаскивать с места на место. Варикозное расширение вен, геморрой, в том числе кровоточащий, обильная менструация. То есть матка напитывается кровью, и когда начинаются месячные, вся эта кровь начинает выливаться наружу. Это приводит к анемии, ну и со всеми вытекающими последствиями. Другого способа, кроме как поднять внутренности, не существует, чтобы бороться с обильными менструациями. Это вот как гинеколог я могу сказать со стопроцентной уверенностью. Вот так же застаивается кровь в прямой кишке с формированием геморроя. В общем, с этими проблемами приходят девушки на курс, мы с этим работаем. А это возможно, Владимир, скажите, вот я слышала про ваш курс «Живота мне». И удивительное совпадение с вашей фамилией, конечно, это вот прям судьба. Скажите, реально ли это сделать без операций, без каких-то сверхнагрузок? То есть, ну не у всех есть возможность заниматься спортом ежедневно, там по часу, я не знаю. Правда, что это возможно сделать самостоятельно дома? Ну вообще это правда, и все фотографии, которые вы сейчас видели, а их уже, наверное, сотни, это все то, что люди делали на марафоне. Тут понимаете, в чем, скажем так, прелесть? То, что я, понимая, что мы все люди занятые, и мы все хотим результат, так построил марафон, чтобы вы при выполнении минимума получали максимум. Я тоже прошел через большое количество разных марафонов, разных там онлайн обучений, и проблема большинства из них, то, что ты покупаешь, смотришь один-два урока, тебе становится скучно, и, в общем-то, ничем это не заканчивается. Вот эти вот неимоверно растянутые какие-то там по часу уроки, из которых нужно, чтобы высадить суть, там это процеживаешь, как это, как решетом в воду, там выгребаешь какую-то капельку. В общем, я все это учел, там короткие очень видеоуроки, и вы должны начать тренировки с 3-4 минут в день, и строго не более. Потому что если будете делать боли, вы перенапряжете мышцы, и вы отвалитесь. А это не нужно ни вам, ни мне. Вы начинаете с 3-4 минут, потом доводите до 5, до 7 и до 10 минут. До 10 минут. Это в день, да? Максимум до 15. В день, да, Владимир? Да, да. А сколько марафон длится по времени? Марафон длится 4 с небольшим недели. Мы начинали с 3-х недель, вы видели там у одной девушки даты, там было 3 недели, изначально 3 недели. Но информации становится все больше, и все, как сказать, больше мне хочется дать людям в рамках этого курса, поэтому мы становимся все больше и больше интереснее. И это, можно сказать, что не то, что марафон борьбы с животом, это марафон общего оздоровления. И почему, вы поймете дальше из моего выступления. Итак, вы поняли, да, что внутренности давят на сосуды, кровь заставится в нижней части тела. Окей. И многие участницы отмечают, что после того, как они поднимают живот, у них вот эта вот тяжесть в ногах, которая постоянно их преследовала, вот эта вот отечность, вот эти вот сосудистые звездочки, и это начинает потихоньку-потихоньку проходить. Просто мы убираем с давления сосудов. Ведь что происходит, когда внутренности опускаются в малый таз? Каждому из нас брали кровь из вены. Вот вы приходите, и вас просят... Ну да, накачать. Накладывают жгут, да, и просят поработать кулачком. И вот у вас такая набухшая вена. Если жгут не снять, она такой же и останется, и рука начнет сенеть, потом отвалится в конечном итоге. И вот когда мы убираем жгут, вены освобождаются от излишка крови. То же самое здесь. Пока внутренности в малом тазу, эта пробка затыкает оттоп. И вены будут расширяться. И как ты их не вырезай, как ты их не заваривай там с этим самым... с тромботическими средствами склерозирующими. Как ты их лазером не выжигай. Но все равно эта пробка будет... То есть надо проблему решать изнутри. А у нас много косметических, конечно, процедур. Людям это... Ну как бы эффект быстрый, мгновенный, пусть дорогой, пусть дорогой для здоровья. Но люди хотят вот такого результата. Я, конечно, против таких мер не хочу. Это нормально. Хотеть быть красивыми и бороться с этими вещами. И я вовсе не против этого. Вопрос в том, что нужно подготовиться соответствующим образом. И если ты подтянул все, то тогда операция будет иметь прекраснейший результат. И не придется второй, третий и четвертый раз это выполнять, как это часто бывает. То же самое касается и геморроя. То же самое касается и обильной менструации. Девушки отмечают, что количество менструальной кровопотери уменьшается. Месячные становятся короче и не такие обильные, как ранее. В общем, для меня, как для гинеколога, это просто большое открытие и большое прямо вот счастье, что есть такой способ, который абсолютно безопасный и эффективный. Итак, друзья, поехали дальше. Значит, какие еще есть симптомы опущения? Внутренности начинают давить на мочевой пузырь. И начинаются проблемы с мочеиспусканием. Учащенное мочеиспускание, императивные позывы, ночные вставания в туалет, неудержание мочи, вот эта капелька, которая там выделяется, не покашлять, не посмеяться. Это все связано с тем, что внутренности сдавливает мочевой пузырь, и он не может нормально функционировать. Ну, параллельно с этим, конечно, есть ослабление мышц тазового дна. Ну, и с тем, и с другим мы работаем на марафоне, и у очень многих все эти проблемы начинают постепенно-постепенно проходить. Далее. Внутренности давят также на матку. Матка спускается ниже своего нормального положения, и это определяет то, что возможно развитие болезненности во время интимной близости. Поскольку мужской половой орган слишком плотно контактирует с шейкой матки. И, опять же, очень многие девушки отмечают, что после выполнения упражнения для подъема органов у них эта болезненность проходит, усиливается либидо, и они получают гораздо больше удовольствия от интимной близости. И таких отзывов у нас уже не один, а два десятки. Ну, в общем, и не все, наверное, еще и об этом и сказали. Ну, да, не каждый готов, наверное, озвучить все свои проблемы. Да. Ну, и плюс, значит, состояние со стороны кишечника. Веночки, артерии, нервы, которые идут к стенке кишки через брыжейку, при растяжении брыжейки натягиваются. Мы знаем, что если трубку вытянуть, ее просвет сужается. Соответственно, кровообращение становится хуже. И появляются разные сложности со стороны кишечника. Вздутие, склонность к запорам, хроническое воспаление. У кого-то запущен, кстати, неспецифический азванный колит. В общем, множество всяких неприятных и их моментов. Ну, многие говорят, живот вздувается и так далее. Тяжесть сживать те после еды. Когда мы возвращаем мудренности на их исходное положение, ситуация становится значительно лучше. Откажите, Владимир, у меня мысль такая возникла. Ну, вот мне 43 года, вот я еще считаю себя молодой. Кому-то, наверное, на вашем марафоне и 20 с небольшим лет, потому что эта проблема часто после родов возникает. А если вот, например, люди на пенсии. Я думаю, что у меня среди читателей много таких. Нас смотрят и бабушки, и мамы, людей моего возраста. И как вы думаете, для них это, ну, возможно, пройдя марафон, вернуть все на свои места? Потому что с возрастом же усугубляются все эти вопросы, да? Тем более, что люди начинают пить таблетки от живота, от сдутия, там, для пищеварения, для того, для сего. Потом таблетки от таблеток, ну и прочее. Потому что они все с каким-то побочным действием. И вот, например, я, как, да, заботливый ребенок для своих родителей, хотела бы тоже вот эту тему прокачать, да? Что минимум воздействия такого химического и максимум чего-то более естественного, да, в их жизнь принести, чтобы была возможность оздоровиться. Вот даже не с точки зрения эстетики, потому что люди привыкают, и как бы их не напрягает. Живот, не живот, ай, да ладно, мне 65 лет, какая разница, у всех живот, да? А вот с точки зрения здоровья, я думаю, что это очень-очень актуальная тема. И для моих читательниц тоже, потому что у них тоже есть родители, и они все заботятся об их здоровье. Да. Таблетки от таблеток мне это понравилось. Да, я просто, ну, знаю, это, ну, поколение такое старшее, вот возраста моей бабушки там, это правда, вот пьет от одного потом от того, чтобы... Короче говоря, у нас были участницы в возрасте за 70. Конечно, мы должны понимать, что чем старше человек, тем больше ему работать, но почему бы не работать, если не работать, вообще ничего не будет. И у девушек во вполне зрелом возрасте были весьма позитивные изменения. Так что, конечно, можно участвовать, а почему нет? Никто не запрещает оздоравливаться. Тем более, что, знаете, чем старше человек становится, тем более он ценен для общества благодаря своим знаниям, мудрости уже какой-то. Ну, конечно. Так что давайте наших возрастных людей беречь. Я вот просто сейчас подумала о том, что я хочу с понедельника стартовать и думаю, а что бы мне с собой мамы-то не взять. Да, мы видим, что здесь довольно-таки женщина в возрасте, в приличном уже, ну, под 50 уж скорее. Вот так что... Под 50, это типа меня в приличном возрасте. Ну, 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 ну и не 20, ну и не 20. Ну, да, да, хорошо. Пусть будет так, в приличном. Мы сейчас обидимся на вас, Владимир. Что еще раз? Мы сейчас на вас обидимся, девочки 40 плюс смотрят нас тоже. А что обижаться? Мы же с вами ровесники, я сам 40 плюс. В приличном возрасте это прям как-то очень по-взрослому прозвучало. Ну, ну, приличный. А что, что скажешь? Уже не девочки, не мальчики. Уже голова, собственно, соображает, что-то уже понимать начинаем, правда? Ну, да, да, это правда. Да. Но в то же время, как, помните, как Высоцкий пел, да? Да, висят года на мне, не сбросить, не продать. Вот. Просто в определенный момент мы начинаем понимать, что здоровье – это самое ценное, во-первых. А во-вторых, начинаем понимать, что не так-то уж много способов, которые помогают реально улучшить здоровье. И тогда, ну, кто-то просто наблюдает за тем, как организм медленно так увядает и так далее. Но я думаю, что это, ну, как сказать, позиция вынужденная. Если есть рычаг, если есть возможность подействовать и улучшить, и причем это такой классный, безопасный способ, то обязательно нужно это делать. Вот я как раз стараюсь, знаете, поскольку работа связана со здоровьем, и мне это интересно самому, во-первых, для себя. Это же моя жизнь, мое здоровье, мой организм. Я сам все на себе пробую. Ну, да, я знаю. Опущение внутренних органов, вот этот подъем, да, мне нужно было для самого себя свои вопросы решить. Там тот же самый витамин Д, который мы там производим и людям предлагаем, самый лучший, я его для себя делал. И я не стесняюсь, могу сказать, что он реально самый лучший, там только масло алтайское и витамин Д швейцарское сырье. Больше ничего нет. Я только его буду пить, потому что другой, я не знаю, что там. То же самое и с подъемом внутренности, и с марафоном живота там нет. Сделано как для себя реальный способ для улучшения здоровья. Чтобы подольше проскрепить. Да, да, да. Я видела, что уже больше 50 тысяч человек прошло этот марафон. Это правда? Да, да. Потрясающе, правда. Это правда. В общем, вы в понедельник стартуете, правильно я поняла? Восьмого числа? Да, да. Мы стартуем в понедельник, восьмого числа. Ну, вы знаете, что мне хочется сказать? Что на марафоне не только мои упражнения. Люди приходят на марафон, они получают видео уроки, делают это все. Задают вопросы куратору. Кураторы – это остеопаты, мои врачи, которые уже... Вашего центра, да? Восьмого женщин на тысячи вопросов на марафоне ответили, уже очень опытные. Если какие-то сложности, мы с ними вместе решаем вопросы, если какие-то непонятные случаи. Ну, да, нестандартные случаи, да. Затем у нас приглашен эндокринолог, который помогает качество ткани улучшить, чтобы лучше связки подтягивались. Затем у нас нутрициолог, психолог. Ой, это вы мне ценнейший, ценнейший. В общем, полный фарш и плюс еще специалисты по спортивному и фитнесу. И я буду проводить вебинары. В общем, все оплачены, все в полном доступе к информации. Понятно. А на какой платформе все это происходит, скажите, Владимир? Это все на геткурсе. Вы знаете, я бы хотел задать сейчас вопрос нашей аудитории. Да, давайте я включу комментарий. Мне интересно, что люди по этому поводу думают. Как думают, уважаемая аудитория, как мы будем непосредственно подтягивать живот? Что мы будем для этого делать? Как мы будем вот эти самые связочки подтягивать? Что можно сделать, чтобы связки эти подтянуть? Ведь согласитесь, мы с вами можем напрячь там бицепсы ягодичную мышцу, жевательные, да? Вот я понятия не имею, как можно напрячь связки. Мне кажется, что это какие-то процедуры такие, типа висцеральной терапии. Не знаю даже. Ну что, вакуум приходит на ум? На аули. Вот многие думают, вакуум, на аули. Кто-то предлагает висеть головой вниз. Перевернутые позы. Вот дыхание. Втягивать на валике, лежать. Руками ставить органы. Делать упражнения. Какие? Вопросы руками разрабатывать. Самомассаж. А, вот, кстати, еще смотрите. Это можно делать, ну, естественно, не беременным женщинам, как я понимаю, да? А с какого момента? У меня очень много кормящих мамочек. С какого момента после родов можно приходить на такой марафон, чтобы делать эти упражнения безопасно для ребенка и для себя, для здоровья? Через полтора-два месяца после родов. Полтора-два месяца. По самовнушениям пишут. Да уж. Так, что-то у нас тут зависло. Так, напишите, пожалуйста, вам видно меня? Потому что я вижу ваши комментарии, но у меня, по-моему, завис Владимир. Видно меня? Слышно? Поставьте плюсик, пожалуйста. Ой, вот кто-то прошел. Вышел. Да, вышел у нас сейчас Владимир. Видимо, у него что-то со связью. Блин, это очень круто, правда. Я под впечатлением. Сейчас я подключу его снова. Так, принимаем. Ага, меня слышно. Отлично. Сейчас Владимир подключается. Да-да-да, Владимир, вы в записи? Да, я, да. Видимо, ваш интерес к тому, как подтянуть связки, так накалило. Даже интернет у вас пропал. Да-да-да-да. А еще, знаете, я хотела бы попросить, ну, конечно, если это возможно, дать нам какое-нибудь упражнение эффективное, которое каждый сможет сделать уже сегодня, начать, попробовать его. Ну, смотрите, для начала, для начала давайте ответим на вопрос, безусловно, это будет все очень практично, да, вопрос, как мы будем работать со связками. Ну, во-первых, я должен отдать должное вашей аудитории. Вы все довольно так точно определили, вы говорили про дыхание и говорили про самомассаж. И хитрость в том, что мы будем не то, чтобы связки подтягивать, естественно, мы сами не можем это сделать. Мы будем создавать условия, чтобы связочки подтянулись сами. Мы будем выполнять упражнения, упражнения для подъема органов перед сном, когда мы лежим в горизонтальном положении на кровати. Сейчас уже пойду. Да, это будет хорошо. Делайте глубокий-глубокий выдох, все выдуваете из себя, сильно-сильно втягиваете живот, лежа на спине с согнутыми коленями и руками подтягиваете от лона внутренности до пупка примерно. Значит, показать вам это сейчас не могу, но я вам просто скажу, идите на ютуб, на ютубе набирайте животов опущения или животов подъема органов, неважно. И там будет 9-минутный ролик, я вам там буду объяснять все нюансы этого упражнения, как его правильно делать. Ой, классно-классно, классно. Сложности, возможные ошибки, просто вот делайте, как я скажу, один в один своего, не придумывайте. И я сразу предупрежу, что упражнение – это не простое. Если вы делаете его правильно, если вы полностью выдохнули воздух и сильно втянули живот, и все делаете вот прямо, как я сказал, то вы его с первого раза, скорее всего, что не сделаете. И нормальное ощущение будет, что вот-вот я сдохну от того, что мало воздуха не хватает. И это нормальное ощущение, еще раз повторю, это тяжело. Потом я предупрежу о том, что когда вы будете внутренний сверх подтягивать, особенно первые там несколько месяцев, это может быть болезненно, ощутимо болезненно. Да. Разм может возникнуть. Изменение стула, может быть. Могут появиться кровянистые выделения из половых путей. Опять же, этого бояться не надо, потому что изменился кровоток в матке, и она начала очищаться от того, от чего не могла очиститься. По-другому могут пройти месячные, может быть, такие не совсем чистые, может, какими-то как с выделениями, со сгустками, то есть тоже матка может очищаться. Это нормально, этого не надо бояться, это вот хорошие результаты от работы. А вы смотрите, есть люди, которые проходили этот марафон, и они делятся впечатлениями, что до слез больно это делать. И заодно я хочу озвучить еще раз вопросы, которые здесь убегают наверх, можно ли делать при грыже, выполнять такие упражнения, и бывают ли осложнения, или вот наличие желчекаменной болезни. То есть вот такие нюансы, чтобы люди могли принимать решение уже сегодня, да, могут они пойти на такой марафон или нет. Значит, что касается желчекаменной болезни, то мы должны принимать решение индивидуально. Вы пишите, пожалуйста, мне в директ вопросы заключения УЗИ, и тогда мы скажем, можно или нет. Идеальный вопрос все-таки разобраться сначала с камнями, а уже потом решаться идти на марафон. Это лучше, потому что камни могут начать двигаться. До слез больно, тут знаете, до слез больно быть не должно. Может быть, у вас острые ногти, может быть, вы неправильно зацепили как-то живот. До слез больно быть не должно. Ну, здесь либо еще один вариант, это очень низкий порог болевой чувствительности, когда вы просто слишком чувствительны к боли. Ну, дискомфорт есть, но такого, о чем вы говорите, это, конечно, маловероятно. Так, еще смотрите. Друзья, не забывайте, вы это делаете себе сами. Это никто к вам приходит. Да, сам себе сильно не сделаешь больно, не навредишь. А скажите, пожалуйста, поскольку марафон длится четыре с лишним недели, ну, это месяц получается, да, в это время в любом случае у женщины наступит рано или поздно менструация. Можно ли в этот момент делать, да, во время месячных или там, до, после? То есть, есть какие-то ограничения или нет? В те дни, когда довольно обильное кровотечение, я не рекомендую. То есть, один, два, около-то три дня не стоит. Когда уже деления более скудные, можно начать. Потом, друзья, о чем я еще хочу сказать. Вы видели на фотографии результаты до, после, три-четыре недели работы. Это не окончательный результат. Это промежуточный результат. Друзья, можно мышцу накачать, укрепить за месяц, за два, и это будет заметно. Быстрее можно. Связки так легко не реагируют. Они были растянуты в течение ряда лет. У кого-то ряда десятилетий. Да. Презинительная ткань не так-то быстро приходит в исходное положение. Вот как раз и вопрос. Сколько держится эффект? Поэтому я говорю о том, что выполнять упражнения для подъема органов нужно минимум год. Нужно настроиться на то, что вы будете год это делать каждый день. Перед сном полторы-две минуты. Это по силу, я думаю, каждому. Полторы-две минуты. Затем кому-то нужно будет делать и полтора, и два. Потому что, друзья, еще раз, выраженные степени опущения диктуют необходимость длительной работы. И помните, что второй факт, который оказывает влияние на положение органов, это состояние ткани. И если у вас ослабленные связки, то вам нужно будет обратить большое внимание на укрепление соединительной ткани, принимать витамин D, микроэлементы, возможно, консультироваться с анокринологом. И тогда будет хороший результат. Вот вы тратите это время на подъем, и после этого внутренности у вас уже находятся на месте, вы уже здоровее. Но в последующем, если вам необходимо, после какого-то эксцесса, например, вы подняли какую-то тяжесть или резко приземлили, спрыгнули на пятки, что-то такое, вы несколько раз поднимаете, несколько дней, и в утренности приходится в свое исходное положение. Так что вот такая перспектива. Да, классно. Но тут, конечно, очень много вопросов по поводу грыжи, по поводу месячных, по поводу там, послеродового периода. Вот про диастаз спрашивают. Я думаю, что все эти вопросы, да, лично вам можно написать в директ. И, да, и люди... Ну, вы ответите, правильно я понимаю? Да, можно написать, но я и сейчас могу сказать. Что касается грыж, конечно же, грыжи – это показатель слабости соединительной ткани, 100%. Грыжи передней брюшной стенки – не противопоказание, можно заниматься и нужно. А вот грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, опять же, мы должны решать в индивидуальном порядке. Напишите вот в директ заключение, обследование, что пишет хирург, и тогда мы примем решение, можно или нет. По поводу диастаза скажу. Значит, друзья, мы привыкли думать, что диастаз – это следствие единственной беременности. Но если бы это было так, то тогда у каждой женщины после родов был бы диастаз. Но это не так. У кого-то сильно мышцы разошлись, у кого-то, ну, обычно над пупком 2 см небольшое расхождение – это у всех бывает, как знак того, что вы когда-то были беременны и рожали. Но почему появляется большой диастаз? Опять же, это 100% указание на то, что есть слабость соединительной ткани. Оно должно было выдержать, но из-за того, что коллаген синтезируется так себе, это все расползлось и дальше не собралось. Вопрос, что с этим делать? Если диастаз очень большой, многие начинают думать насчет операции. Я не против таких операций, но я рекомендую до того, как вы на это решитесь, все-таки сделать максимум, что можно, своими собственными силами. Если даже потом необходимость в операции сохранится, то исход ее будет намного лучше. Итак, мы подтягиваем внутренности, мы укрепляем мышцы живота, и у большинства девушек с диастазом он значительно уменьшается. Мышцы начинают закрывать дефект, и в большинстве случаев отпадает необходимость операции, если она была. И девушкам с диастазом нужно быть крайне осторожными в подборе упражнений для укрепления мышц живота. Потому что для них никак не подходят никакие упражнения, связанные с подъемом внутребрежного давления. Это упражнения, которые направлены скорее на втяжение живота. Именно на таких упражнениях основан наш курс. Девушкам этим противопоказано закачивание пресса подъемами туловища или ног. Им противопоказана планка лицом вниз. Потому что это все в той или иной степени способствует опущению. Понятно. Так что диастаз – это благодарные пациенты наши. Благодарные. Да, 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 я вижу пациентов ваших. Смотрите, а вот после кесарева можно? После операции брюшных, внутри брюшных. Так, опять у нас зависает. Эфир накалил обстановку, зависает опять Владимир. Но сейчас если выбьет, ничего страшного. Мне хочется на самом деле спросить, как туда попасть, на этот марафон записаться. Потому что я очень хочу. Это правда мой вопрос такой долголетний. Еще у меня есть один вопрос к Владимиру. Вернется ли, как понять, что у вас диастаз, нужно лечь на спину, лечь на пол, например, на какую-то ровную поверхность, положить руку на живот и попробовать поднять корпус. И под пупком вы увидите, есть у вас расхождение прямых живота или нет. То есть вы прямо почувствуете пальцами. Ну, это очень простой тест. Я сама себе это уже диагностировала. Когда-то после четвертых родов у меня был диастаз шириной вот с ладонь. Вот такой. Такая была проблема после четвертых родов. Вот у меня, конечно, вопрос самый такой. Ну, хочется, чтобы живот втянулся, да, там по поводу похудения все я поняла. То есть будешь меньше есть, будешь сидеть на диету, уйдет жир, но не уйдет вот это выпирание живота. А пупок встанет на место или нет? Ну, Владимир сейчас пока у нас пропал. Сейчас я посмотрю. Вернулся? Да, Владимир вернулся. И хочу задать этот вопрос. Вернется ли пупок на место? Реально ли это? Я была у вас на прием 10 лет назад. Очень рекомендую доктора. Ну да, Владимира знают ноги. Владимир, скажите, пожалуйста, вот при диастазе, ну, у меня после четвертых родов появился диастаз, достаточно приличный такой. Возможно ли вернуть пупок в его прежнее втянутое положение? Или это уже навсегда? Насчет пупка ничего обещать нельзя. Насчет пупка ничего не могу сказать. Я вижу, что люди спрашивают, можно ли после кесарева, после полостных операций. После полостных операций, после кесарева, после родов, через полтора-два месяца, спокойно, ребята, приходите. И этот марафон, мы вообще каждый раз стараемся что-то новое добавить. В этот марафон мы добавили блок, посвященный работе с рубцами. Знаете, вот бывает после кесарева, когда поперек разрезан живот, над швом такой, как валик нависает. Может кто-то знает, да? Козыречек такой не очень симпатичный. И мы добавили техники работы с рубцами, чтобы можно было это все расшевелить. И тогда живот будет выглядеть значительно симпатичнее, значительно эстетичнее. Ну да, понятно. Скажите, пожалуйста, Владимир, как попасть на марафон, где у вас просто профили, да, ссылка? Да, конечно, можно перейти по ссылке в шапке профиля и зарегистрироваться на марафон. Либо набрать в браузере животам.нет и попадете на наш лендинг, там можно легко записаться. Вот спрашивают, какое у вас образование медицинское, есть ли и какое? Ну, есть ли у врача медицинское образование? Скажите мне, пожалуйста. Есть ли у врача медицинское образование? Спрашивают. Ну, просто остеопат – это всегда на базе медицинского образования. И какое у вас медицинское образование? Несколько раз упомянули, что вы гинеколог, да? Ну, у меня пять медицинских специальностей. Одна из которых – гинекология, акушерство и гинекология. Ну, я больше в акушерстве работал. В общем, этот вопрос я знаю и как раз, понимаете, благодаря тому, что это мне знакомо и знакома биомеханика, и появился этот суперэффективный марафон. Потому что если ты знаешь только что-то одно, нет возможности охватить всю эту информацию сразу же. А тут вот, ну, действительно очень здорово получилось, что я знаю то и другое. Ну, конечно, потому что организм, он же у нас общий, такая единая система, и нельзя рассматривать отдельно какие-то органы или определенную сферу там. И это вообще проблема нашей медицины, на мой взгляд, что эндокринолог занимается только своим там. Да, да, да. Марафон начинается 8-го числа. 8-го числа. Вопрос по поводу спаек, я отвечаю на вопросы. Да, да, да. Вопрос по поводу спаек. Когда мы будем поднимать внутренности, вы их будете в какой-то степени растягивать. Убрать спаеки невозможно, только если снова разрезать живот, спаеки разрезать и опять его зашить. Либо эндоскопическим способом, что, опять же, тоже не слишком-то для организма приятно, прямо скажем. Вот, значит, спросили еще, может ли висцеральный массаж поднять органы? В целом есть висцеральный массаж техники, направленный на подъем органов. Ну, друзья, есть, скажем так, проблемы, с которыми может справиться только сам пациент. Например, за вас никто не будет принимать витамин D, никто не будет соблюдать диету и так далее. Есть проблема, которую может решить только врач. И пациент сам себе никогда не исправит копчиковую травму или травму черепа. Для этого нужен специалист-остеопат. Так вот, внутренние органы можно поднять до конца только самому себе. Потому что никакой специалист не будет вам каждый день ходить перед сном, поднимать внутренности. Это можете сделать только вы сами. То же самое с висцеральным массажем. Да, это классная вещь. Я могу подтвердить. Мне попадались хорошие специалисты. Но, опять же, подъем в внутренних органах – это дело в ваших рук. В первую очередь именно так. Понятно. Вопросов очень много. Мы так можем еще целый час отвечать на эти вопросы. Я думаю, что все эти вопросы можно будет задавать уже на самом марафоне. Я тоже иду. Я иду. Я иду. Потому что для меня это правда актуальная... Ну, очень актуальная тема. Я думаю, что для многих мамочек этот вопрос... У меня аудитория в основном – это мамы. И часто многодетные мамы. Да и с возрастом тело лучше, к сожалению, не становится. А хочется выглядеть на все стоя. И хочется, наконец, надеть раздельный купальник. И не стесняться того, что у тебя там сразу после еды... Только утром у тебя хорошо выглядит живот. Лучше перед пляжем не есть. Это правда такая тема многих девочек. И больших, и маленьких. Спасибо вам огромное. Спасибо, Владимир, за ваши советы, рекомендации. За то, что ответили и уделили так много времени нам. Встретимся на марафоне. Еще скажите, пожалуйста, будет ли у нас какой-то чат, где мы сможем все взаимодействовать друг с другом? Вы задаете вопросы куратору. На самом деле у нас были попытки создавания таких чатов. Но, знаете, это заканчивается тем, что все начинают учить друг друга. И начинается полная неразбериха. Поэтому мы контактируем непосредственно с куратором и со мной на вебинарах. Понятно. Только вот с наставниками. Ну, правильно. Мне кажется, это классно, да, что просто не было слишком много. Ну, во-первых, чаты. Я работаю с чатами. У меня их очень много. Я знаю, что такое чаты. Это неудержимая сила, которую иногда порой невозможно установить. Остановить. А самое главное, людям, которые зашли за полезной информацией, ее там найти. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Чтобы вот такие кучнисы давать, мы решили от этого отказаться. Разрешите? Я еще отвечу на три вопроса. Прямо вот меня, кто-то не корми, дай их поотвечать. Все-таки педагог в четвертом поколении. И вот мне это нравится. Значит, какие организмы в целом происходят в организме после поднятия органов? Армин, улучшается кровообращение в нижней части тела. То есть половина тела была в неправильном кровообращении, был застой. И это было для организма тяжело. И там кровообращение начинает происходить по-новому, улучшается. Вот. Значимое изменение. Начинает улучшаться функция кишечника, тазовых органов. Улучшается функция мочеиспускания, если там были проблемы. То есть, ну, колоссальные изменения. И потом, когда мы, в принципе, поднимаем внутренние органы, это влияет также и на осанку. Потому что, поскольку у нас в организме все связано, опущенные органы вызывают, конечно же, изменение осанки. То есть плечи тянутся вперед, человек сутуливается. Наоборот, когда органы подтянуты, гораздо легче держать правильную осанку. Может быть, на марафон при воспалении урахуса. Любое острое воспаление я бы не рекомендовал. Если хроническое, то не противопоказано. Значит, почему нельзя стоять в планке лицом вниз? Не головой вниз, лицом вниз. То есть, ну, в обыкновенной прямой планке, к которой мы все привыкли. Когда вы стоите в планке, у вас ноги ниже, чем грудная клетка, таз ниже, чем грудная клетка. То есть, внутренности все равно под силой тяжести немножко опускаются вниз. Плюс к этому вы сильно напрягаетесь. У вас повышается внутрибрюшное давление. Так что это фон для того, чтобы опущение, ну, чуть-чуть прогрессировало. Поэтому я не рекомендую. Если ограничения возраста для участия нет, после 55 лет не поздно, потому что у нас там были участницы и за 70. Классно. С ощутимыми результатами. Можно ли мужчинам? Уважаемая Дубинкина, не можно, а нужно. Друзья, у мужчин опущение встречается так же часто, как и у женщин. Только там другие проблемы. Начинают внутренности давить на мочевой, мочевой на простату. В простате застой. В простате простатит. Аденома. Ухудшение потенции. Поэтому, друзья, в своих мужчин, девушки, отправляйте обязательно, чтобы они тоже все делали. И это будет польза для вас обоих. Я вас уверяю. Владимир, тут еще спрашивают, будет ли записи в ваших уроках оставаться после марафона. Если будет, то на сколько? Да, мы сохраняем доступ к упражнениям в течение трех месяцев. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы все усвоить. И потом вы получите еще бонусом гайд по руководству по питанию. И шпаргалка по упражнениям у вас также сохранится. Все упражнения будут описаны, записаны. И вы сможете это все потом выполнять. То есть по питанию у нас тоже будут рекомендации, да? Да, у нас нутрициолог, у нас руководство. В общем, все там у нас хорошо. Это рекомендации. Это не обязательно. Но вот, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы люди у нас получили максимальную пользу. Ну и проявили себе правильные привычки в питании в том числе. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень-очень я прямо впечатлена и вашими картинками, и вашим рассказом. Потому что, если честно, я все делала не так. Я теперь только это понимаю. Думаю, ну что же такое? Почему все делаешь, делаешь планку, стоишь в вакуум, делаешь наули, делаешь, умеешь делать. Даже можно это шикануть. Вот. А эффекта так и нету. Уже несколько лет. Да, да, планк, как сказать, наули и вакуум – это хорошее упражнение, но они направлены на массаж внутренних органов. Ну, конечно. Но не на подъем. Конечно. Не на подъем. В целом, это очень полезное упражнение. Я стараюсь делать каждый день, не забывать это. Да. Но думаю, что и кровообращение они там улучшают. Но если там уже создано вот это напряжение, да, и неправильная система кровообращения и давления, да, там, на матку, на внутренние силы, то я думаю, что можно даже усугубить в таком случае. Поэтому лучше, наверное, все-таки… Ну, в общем, все. Мы с вами встретимся теперь в понедельник. Делали правильные выпады. Да, да, да. Я правда, я прям под впечатлением нахожусь, потому что вы столько сказали того, что я делала. Все, это прям несколько лет подряд. И я теперь понимаю, почему эффекта не было. В общем, до встречи на марафоне. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам столько внимания. Вот. Поставьте, пожалуйста, плюсики, сердечки, вообще вот реакцию на сегодняшний эфир. Я думаю, что он многим был полезен. Вот. Я думаю, что Владимиру будет очень приятно ваша обратная связь. Спасибо, спасибо, спасибо. Я сейчас сохраню эфир. Вот. И там тоже, я думаю, что могут люди. Да, вы не против, если поотвечать какое-то время на вопросы, которые будут люди задавать? По поводу марафона. В комментариях вы имеете в виду? Да, 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 да. Да, конечно. По поводу марафона, по поводу каких-то назначений, можно или нельзя. На все вопросы, конечно, ответить в эфире нереально. Вот. Мы уложились с вами в час. Я еще раз вас благодарю. Спасибо. Хорошего. Доброй ночи. Хоррически вести там можно. Можно. Не можно, а нужно. Даже нужно. Вот. Пять медицинских образований. Я в шоке. Вернее. Специальностей. 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 Спасибо, спасибо, спасибо.